Всем привет! Коротко расскажу о трёх фильмах, которые я посмотрела первыми в 2023 году. И сразу я посмотрела Банши и Инширина. Он для меня в какой-то степени знаковый, потому что в последнем году моя жизнь пересекается с этими двумя или киношными героями, или актёрами. И я была удивлена, что они, оказывается, были в Ирландии в то время, когда я была там, и мы были приблизительно в одной и той же местности. То есть я даже проезжала там краем этого графства, не прямо с самого места съёмки киношной, потому что это графство Мэй на побережье Атлантического океана. Я жила между Денегалом и Слайго, Слайго граничит с Мэйл, тоже на побережье Атлантического океана. И мы даже смотрели плюс-минус на одни и те же видео, но я заметила, что всё-таки там киношные цвета обработаны, что сделало пейзажи более атмосферными и красочными. Также, мне кажется, город Брюге, «Залечь на дно в Брюге» с теми же актёрами, был моим первым киношным местом, где я побывала. Мне кажется, да, я не помню, чтобы я была ещё на киношных местах раньше, по крайней мере, не в самое последнее время, лет 10. И ещё я была на «Скалах Мохера», местах съёмок Гарри Поттера 6. Но я не уверена, что вот... Ну, серьёзно, согласитесь, что это больше выглядит как компьютерная графика. Что именно на этой скале в реале присутствовали эти актёры. Типа их высадили на вертолёте и потом снова забрали. Если коротко пересказать сюжет, сейчас будет жёсткий спойлер, так что лучше убрать тех от экрана, кто не смотрел. Короче, один друг поссорился с другим, потом другой пытается с ним помириться. Тот вроде как на него не в обиде, но угрожает ему, что если ты будешь меня донимать этими попытками, я буду отрезать себе пальцы по одному и кидать им и в тебя, или в твой дом. Потом, значит, первый раз он в реале отрезал себе один палец, потом, видимо, киношники поняли, что это будет затянуто, и на второй раз он сразу подошёл к его дому с уже отрезанными четырьмя пальцами и побросал их все в его дом. Потом приходит осол второго и съедает какой-то из пальцев, давится и умирает. Тот в отместку поджигает ему дом, в котором сидит этот обиженный без пальцев. Тот себе спокойно сидит, и вроде кажется, что его уже нет в живых, ну, просто он вышел потом из горящего дома и пошёл себе спокойно смотреть на океан, стоя у берега. Заканчивается это всё красиво сцена, когда двое друзей стоят, смотрят на океан, и последний говорит, что нет, всё-таки я себе недостаточно отомстил за убитого осла, и потом на них выходит, смотрит старая стрёмная бабка, ведьма, которая, наверное, предсказательница, типа Ванге, креповато, странно, но вся суть фильма в глубоких диалогах, философствовании, видении трагедии ирландского режиссёра, который и снял «Разолично одно в брюге». Просто интересно, что в этом году я побывала именно в тех местах, в которых снимались эти актёры, и фактически мы находились с ними рядом. Второй фильм — это «Амстердам», главные роли с Кристианом Бэйлом, но в целом там огромное количество знаменитых актёров, и я была удивлена с самого начала, увидев поп-певицу Тейлор Свифт в таком непривычном для неё образе. Амстердам для меня в этом году ещё одно знаковое место, потому что я тоже жила в этом городе достаточно длительное время, но немного меньше, чем в Ирландии. Кристиана Бэйла муд этого года — отощать до невозможности, так же, как и в одном из фильмов, в котором он похудел чуть ли не меньше 50 килограмм или немножко больше. Он снимается в других фильмах, и он дал о себе знать, кстати, в этом году по сравнению с другими. Ремикс «Зачарованный» «Инхантед» с Эмми Адамс, и хоть она существенно набрала по сравнению с годом съёмки 15 лет назад, но всё равно она мне всегда нравилась, что-то в ней цепляло. И в целом это хороший фильм для семейного просмотра, особенно вспомнить события 15-летней давности. Я бы не сказала, что особенная как-то, но имеет место быть. Снято неплохо, правда, мне на первое впечатление ещё повлияла. Звучка плохая, я скачивала с торрента. Мы с моим мужем качество не очень хорошее попалось.